Мы получили целый пакет вопросов, в частности от немецких корреспондентов, речь идет о журнале Der Freitag, относительно расследования всего того, что связано с псевдоотравлением Навального. И ссылаются журналисты на исследования, на анализ журналиста Джона Хельмера, а он как раз интервьюировал немецкого врача Филиппа Якоба, который сопровождал 22 августа прошлого года Навального из Омска в Берлин. Тем не менее, цитируемые утверждения Филиппа Якоба во многом перекликаются с нашими собственными сомнениями, связанными с многочисленными темными пятнами в истории с якобы отравлением Навального, которое ретроспективно все больше обретает черты спланированной акции, призванной очернить нашу страну, придумать все новые поводы для будущих санкций и так далее. Как известно, российская сторона неоднократно пыталась привлечь внимание как хронологическим нестыковкам в так называемом деле Навального, так и до сих пор непроясненной роли в нем проживающей в Британии Марии Певчих. И в этой связи стоит напомнить, что без какой-либо внятной реакции так и остались направленные в течение 2020 и 2021 годов к германским правоохранительным органам 8 запросов и писем Генпрокуратуры России с просьбами о предоставлении вещественных доказательств и прояснении различных обстоятельств, которые связаны с так называемым отравлением Навального. В двусторонних дипломатических и межведомственных контактах немецкие контрагенты просто открыто, открытым текстом заявляют о своем нежелании продолжать диалог по этому вопросу. Не пытаются всячески нам показать, что больше эта тема не вызывает у них никакого интереса и они хотели бы о ней забыть. В Берлине не видят в этом смысла и решение германской стороны не передавать России биоматериалы Навального, доказывающие его отравление новичком, как они утверждали, а также формула, якобы обнаруженного в его организме германскими военными экспертами вещества, не будет пересмотрена. В дополнение к этому власти ФРГ отказывают в передаче якобы имеющихся у них других материальных вещественных доказательств, совершенного на блогера, якобы покушения, в том числе и тех, которые были, опять же, якобы вывезены из Омска бутылок из-под минеральной воды, содержащих следы яда, как они утверждали. И откровенно скрывают подробности участия Марии Певчих в событиях, сопровождавших экстренную транспортировку Навального в Берлин. В общем, тайна, покрытая мраком. Причем самое фантастическое, что это тайна про расследователей, про тех людей, которые на протяжении многих лет раскрывают в кавычках самые запутанные истории, придумывают 3D-фейки, вбрасывают несуществующие материалы, перемешивают их, справдают и выдают их за истину в последней инстанции. Что же эти расследователи не смогли докопаться до того, что связано непосредственно с ними самими? Формула где? К примеру, в ответе правительства ФРГ от 15 февраля 2021 года на депутатский запрос фракции партии «Альтернатива для Германии» в Бундестаге по делу Навального, 21 декабря прошлого года, умалчивается о том, что Мария Певчих присутствовала на борту медицинского эвакуационного самолета, который следовал из Омска в Берлин 22 августа прошлого года, хотя сама она заявляла об этом в интервью русской службе BBC 18 сентября 2020 года. И сообщается об отсутствии у правительства ФРГ информации о фактах посещения Ею Навального в клинике Шерите. Интересно, да? Как же они там все запутались в своем вранье? Также со ссылкой на необходимое сохранение государственной тайны правительство ФРГ отказалось ответить на вопрос о том, кем, когда и кому, непосредственно какому органу были переданы на исследование бутылки из-под минеральной воды и была ли Мария Певчих опрошена компетентными германскими ведомствами. Это, подчеркиваю, все в целях государственной тайны ее сохранения. В контексте приводимых Филиппом Якобе сведений о том, что экипаж медицинского эвакуационного самолета будто бы уже 19 августа 2020 года, то есть до инцидента с Навальным имел информацию о предстоящем полете в Омск, конечно, в новом свете предстает и вот тот самый казус, который имел место в ходе 97-й сессии Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия в июле уже текущего года. О чем же идет речь? Напомню, при представлении проекта доклада ОЗХО по осуществлению в 2020 году Конвенции запрещения химического оружия выяснилось, что в пункте 1.41 данного документа содержится утверждение о том, что уже 20 августа 2020 года технический секретарь от ОЗХО направил по просьбе ФРГ группу по оказанию технической помощи в связи с подозрением на отравление Навального. Естественно, химическим оружием. В практическом плане это означает, что германская сторона столь оперативно обеспокоилась судьбой так называемого отравленного буквально в тот же день, когда у нее только начали проявляться первые признаки ухудшения состояния здоровья. Естественно, и ОЗХО, и германская сторона поспешили объяснить вот эти самые откровения, которые были зафиксированы на бумаге насчет даты 20 августа, технической ошибкой, якобы допущенной по недосмотру в процессе подготовки доклада. Якобы абсолютно неподлежащим сомнением является то, что соответствующее обращение к генеральному директору технического секретариата ОЗХО с просьбой о показании технической помощи на основании пункта 38 Е статьи 8 КЗХО было направлено Берлином 4 сентября 2020 года, что неоднократно подтверждалось официальными источниками. Но проект доклада говорит о другом. Мы считаем, и, кстати, неоднократно об этом заявляли, что любые вновь выявленные факты о так называемом отравлении Навального, в том числе и свидетельства Филиппа Якоби, если они пытались бы все-таки, чтобы правительство Германии обратило на это свой взор, должны становиться предметом самого пристального изучения. Необходимо пролить свет на истоки этой явно срежиссированной антироссийской провокации. Мы ждем этого ответа. Я вас уверяю, они опять начнут говорить о том, что их сдерживают вопросы государственной тайны, что они связаны некими обязательствами, что сам Навальный им запрещает говорить, и так далее, и так далее. Но все-таки ведь эту историю начали они. Может быть, пора уже сказать правду, что же там такое было. Теперь о задержании в Праге российского гражданина Александра Франчетти. Как вы знаете, оно состоялось 12 сентября в Пражском аэропорту. Выясняются все новые подробности, в частности, то, что задержание было осуществлено на основании запроса офиса генерального прокурора Украины. Он был направлен напрямую в Минюст Чехии. Такой поворот является еще одним поводом для тревоги с учетом царящего сегодня на Украине правового нигилизма. Естественно, в угоду к такому царящему политическому безумию. 14 сентября, как сообщается, россиянин по решению Пражского городского суда был взят под стражу. Посольство России в Праге находится в плотном контакте с Александром Франчетти, с его чешским адвокатом. Также мы поддерживаем контакт и с родственниками Александра Франчетти. Ожидаем от чешской стороны скорейшего освобождения российского гражданина и получения ответов на наши запросы о причинах и мотивах его задержания.